4 октября прошло общее собрание ректоров университетов России, членов Ассоциации глобальной университеты, на котором были подведены промежуточные итоги работы проекта 5.100. Вице-премьер России Ольга Гладец положительно оценила результаты и отметила серьезные изменения за последние годы с тех пор, как реализуется проект. Положительным результатом вице-премьер отнесла продвижение вузов в международных рейтингах. Менее оптимистична в оценках программы оказалась министр образования и науки Ольга Васильева. Она напомнила, что согласно указам президента России, к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в первую сотню ведущих мировых рейтингов. При этом, по словам министра, надо оставить лишь шесть вузов в данной программе, так как распределять бюджет на большее количество непродуктивно. Ректор высшей школы экономики, тем не менее, отметил, что войти в топ-100 предметного рейтинга вполне возможно еще трем-четырем вузам. К слову, Казанский федеральный на таблице участников проекта топ-500 занимает седьмую позицию. А это значит, что вхождение университета по своим предметным рейтингам более чем реально. Надо сказать, что в предметном рейтинге КОЭС КФУ показывает положительные результаты и вплотную приближается к первой сотне. А из всех российских вузов 100 лучших попал только МГУ имени Ломоносова, не входящий в проект. Стало известно, что в предметной рейтинге Times Higher Education по направлениям бизнеса и экономика и социальной науки вошли КФУ и высшая школа экономики. При этом нашему вузу удалось войти в рейтинг сразу по нескольким предметам. Так что в общей сложности вузы проекта вошли в рейтинге четыре раза. Адель Шамилова, Универньюз.